Константин Придыбайло, Арти. Есть такой вопрос, подвисший в воздухе. Среди, как вы сказали, конкурентов, вашей оппозиции, есть в том числе люди, которые с вами работали много лет, и в том числе благодаря Белоруссии, государственной службе, ну, будем говорить прямо, поднялись до тех высот, на которых они и были. И вдруг они так в воздухе, как принято говорить, переобулись и стали вашими оппонентами. Я разговаривал с министром внутренних дел, Караевым, он назвал людей, которые публично срывали погоны, иудами. А как бы вы назвали тех людей, которые с вами работали десятки лет, а сейчас они по ту сторону? В любом обществе таких хватает, Константин. Они же всегда были такими. Я знаю, о ком ты намекаешь, яркая личность. Старался по-отечески относиться. Потом показалось, что власть наклонилась, а может уже где-то рухнула. Это не потому, что он наконец-то проснулся или матуля ему в очередь раскрыла. Нет. Но он увидел, что, наверное, в этой власти, все, она рухнет, надо бежать в другую. Вот он и побежал. Слушайте, за четверть века у меня такие случаи были. Пусть немного, но были. Были немного, потому что власть всегда была твердой. А сейчас им показалось в виртуальном мире, что власть... Дрогнула. Да, не только дрогнула. Она уже чуть ли не лежит. Поэтому можно об Лукашенко ноги вытереть сейчас и пойти туда. Генеральный прокурор уголовное дело возбудил. Конституционный суд заявил о том, что это неконституционное действие. Вот он и ответит по закону. И спрятаться он нигде не сможет. Есть и другие, которых мы вовремя рассмотрели и отправили. Кого на покой, кого просто предложили. Идите там, бизнес любите, занимайтесь бизнесом. Они тоже не откровенно, но где-то постятся. Знаете, Константин, я напрягаюсь только по одному поводу. Я хочу защитить то, что мы создавали. 25 лет, четверть века создавали своими руками. Мы из руин, из пепла подняли эту страну. За мной тысячи, миллионы людей. И я знаю, когда эти придут к власти, они порежут все на куски и начнут резать этих людей и их детей. Вот что меня больше всего беспокоит. Не власть, как в России некоторые говорят, Лукашенко посиневшими пальцами держится. Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи. И не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на этом. Это не иллюстрация будет, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, это будут цветочки. Продолжение следует... Продолжение следует...